Здравствуйте! С вами Марина Рыкарина и портия практических советов. Присоединяйтесь! Вам знакомо чувство? Кажется, что сейчас высажу всю рассаду, и можно будет немножко расслабиться, выдохнуть и отдохнуть. Но это не точно. Когда почва на участке темная, то мы с вами знаем, что, скорее всего, она очень богатая по составу и содержит много гумуса, гуминовые вещества. Что же это такое? В природе гуминовые вещества образуются в результате распада, разложения органического вещества. Это могут быть остатки животного мира, растительного мира. Процесс этот довольно медленный. В процессе разложения, конечно же, участвуют почвенные жители – бактерии, грибы, черви. И на наших грядках, к сожалению, этот процесс идет очень сложно, потому что мы выращиваем большое количество урожая, которое выносит много питания. Мы все выскребаем с наших грядок, то есть в зиму не оставляем. А еще ведь многие используют минеральные удобрения, которые губят полезную микрофлору почвы. Поэтому накопление гумуса практически невозможно. Гуминовые вещества в почве – это фульвовые и гуминовые кислоты. Когда вы покупаете удобрения, то в идеале оно должно содержать эти фульвовые и гуминовые кислоты. И желательно не отдельно гуминовые и фульвовые, а желательно вместе. А еще я думаю, что все-таки кто-то из вас слышал, что есть БАДы для нас, для людей, которые содержат фульвовые кислоты. Потому что на самом деле они очень важны для нашего здоровья. И в идеале они должны к нам поступать не из БАДов, а вместе с растительной пищей. Фульвовая кислота содержит 74 органических минералов, 10 витаминов и 18 аминокислот. Представляете, как она полезна? Фульвовые кислоты в почве разбивают минералы, минеральные вещества, на мелкие частицы ионы. И именно в виде ионов растения смогут усвоить питание. И что еще очень важно, что фульвовые кислоты, попадая в наш организм, могут выводить тяжелые металлы и радионуклиды. Я эту небольшую лекцию прочитала вам лишь с одной целью. Чтобы убедить вас вносить препараты, они органические, натуральные, которые содержат фульвовые и гуминовые кислоты на своей грядке. У меня грядки хорошо заправлены, я буду сейчас высаживать перцы. Мне осталось лишь внести препарат. Буквально нужно 50 грамм на квадратный метр. Теперь все, что я внесла, тщательно заделываю. Ох, как часто слышу я от вас, дорогие дачники, что, ну, зачем что-то добавлять в грядки? И так все хорошо вырастет. Я даже спорить не буду, безусловно. Вырасти может что-то без каких-либо добавок. Только вот мой урожай будет принципиально отличаться по составу от урожая, который растет на пустой земле. Моя цель основная – научить вас выращивать богатый, полезный и экологически чистый урожай. На своей грядке я вношу почву-улучшитель. Производитель – компания Биомастер. Почва брикеты от Биомастер спрашивайте в магазинах вашего города. На этой грядке я буду выращивать качественные гибриды перца. Посмотрите, какие желтые красавцы. Требия и Граспел. Их вес 300 грамм и выше. Алюр – это сорт, а это значит, вы можете собрать с него свои семена. Плоды желтые, яркие. Ну, мне нравится, что они длинные – 24 сантиметра. Их удобно готовить на барбекю. Ну, и здесь у меня затесался один суперранний красный гибрид «Рыгор». С него я планирую собирать самый первый урожай на этой грядке. Посмотрите на рассаду. Здесь уже завязалось много перчиков. На ранней стадии развития перцам нужен мощный старт. То есть у них должно быть в наличии качественное и доступное питание. А еще я знаю, что многие дачники не хотят составлять рацион. Они так честно и говорят, нам бы что-то положить в лунку, чтобы потом не думать о подкормках. А еще хочется, чтобы было высокое плодородие почвы и какие-то разрыхляющие компоненты, которые сделают ее более воздушной. Я вам предлагаю очень простой вариант. Зайдите в магазин и возьмите торфяной биологический грунт. Этот грунт приготовлен на основе торфа, а значит он будет не только питать растения, но и хорошо разрыхлять тяжелую почву. Кстати, на легкой его тоже можно и нужно вносить. Этот грунт содержит порцию биогумус. В качестве раскислителя здесь добавлена доломитовая мука. А мы с вами знаем, что она содержит необходимые элементы, такие как кальций и магний. И здесь есть порция биогумуса и порция питания. Я насыпала порцию торфяного грунта для посадки перца и буду добавлять к нему биологическое удобрение. Удобрение приготовлено на основе конского компоста. Оно содержит гуматы и обогащено дополнительно микроэлементами. Помимо азота, фосфора и калия в составе есть медь, цинк, марганец, бор, магний и железо. В зависимости от того, что вы сажаете, удобрение можно распределить по поверхности. На 1 квадратный метр понадобится приблизительно 100-120 грамм. Затем это нужно перекопать. Я буду добавлять удобрение непосредственно в лунку под каждое растение. Мне понадобится приблизительно 5-6 грамм. Шикарная корневая система. Перцы при посадке не заглубляем. При посадке своих перцев я использовала биоудобрение овощей и биоплодородную землю. Производитель компания Фаско. Продукцию компании Фаско спрашивайте в магазинах вашего города. Более подробную информацию вы найдете на сайте www.fasco.ru Сегодня я высаживаю рассаду баклажанов в грядку под нетканный материал. Дуги у меня высотой 1,5 метра. И вот пока баклажаны не уткнутся своими макушками в этот материал, они так и будут под ним сидеть. Кстати, нетканный материал защищает не только от низких температур, который, как многие думают, к примеру, в прошлом сезоне у нас в Самарской области было аномально жаркое лето. И нетканный материал спасал баклажаны от палящих лучей солнца. В жару грядки приоткрываются снизу и, конечно же, хорошо проветриваются. Уже не первый год я выращиваю три разных гибрида. Это северная индиго, Андрюша и Мбибо. Объединяет эти баклажаны то, что они все суперранние. Приблизительно через 60 дней вы уже будете собирать с них урожай после высадки рассады. Они завязываются даже в стрессовых условиях. Они устойчивы к болезням и имеют высокую урожайность. Я сеяла баклажаны 10 февраля. И сегодня им исполняется 3 месяца. То есть возраст рассады 90 дней. И каждый год, когда я высаживаю свою рассаду, многие пишут, Марина, она же у вас переросшая, она же будет плохо давать урожай. Но когда в июне я корзинами начинаю снимать урожай, меня спрашивают, как такое возможно. Я захожу на садовые рынки и вижу, что сейчас продают рассаду баклажанов, возраст которой 40-50 дней. А моя 90. Так вот эти 50-40 дней вам как раз и не хватит, чтобы дополучить хороший урожай. Просто маленькая рассада не успеет раскрыть свой потенциал. Будет холод, начнутся заморозки, и вы увидите шикарные баклажаны, много завязей, но урожай вы уже не получите. На этой грядке будет расти всего 6 растений. И еще раз вам хочу сказать, что лучше вырастить мало, но с хорошим уходом. Сейчас я вам покажу качество корневой системы. Я хочу повторить в этом сезоне прошлогодний опыт. Я все баклажаны выращивала на ионитном субстрате. Эта питательная добавка содержит в 60 раз больше питания, чем самый богатый грунт. Она не обжигает корни. Поэтому, чтобы растения лучше прижились и быстрее пошли в рост, мы этой добавкой обсыпаем корневую систему. Далее горсть сианитного субстрата я добавила на дно и перемешала. Такие взрослые растения баклажанов при пересадке не заглубляют, потому что стебель уже стволик отревесневел, и он не даст никакой дополнительной корневой системы. А вот чрезмерное заглубление может привести к небольшой остановке в росте. В выбранный верхний грунт я добавляю добавку и перемешиваю. И можно заполнять уже яму. Преимущество этой системы питания заключается в том, что за сезон вам более не потребуется никаких дополнительных подкормок. Биологические препараты, которые содержат грибы и бактерии, для профилактики болезни мы вносим регулярно. И еще раз напомню, что эта питательная добавка разрабатывалась как грунт для выращивания растений в космосе. И это не является минеральным удоврением. Внутри пакета находится циолит, но не думайте, что если вы приобретете обычный циолит в магазине, то он будет обладать такими же свойствами. Нет. Циолит здесь играет, в принципе, только роль носителя. По специальной технологии циолит обогащает ионами питательных веществ. Если вы занятой дачник, то рекомендую вам для питания своих растений использовать цион для овощей. Хотите хороший урожай? Его обеспечит цион. Цион не удобрение, а умная добавка к любому грунту, которая даст вашему растению сбалансированное питание в нужный момент в необходимом количестве и без лишних хлопот. Натурально, без нитратов. Цион. Урожай, что надо. Я выращиваю северные индига, бибо и андрюша. Суперанние гибриды от агрофирмы Партнер. Агрофирма Семена Партнер. Ознакомиться с полным каталогом семян и выбрать сопутствующие товары для дачников вы можете на сайте семенадефиспартнер.ру Далее я буду высаживать рассаду кабачков. Она также у меня взрослая. На ней даже завязывается маленький плодик. В этом сезоне захотелось желтых кабачков. Я буду высаживать сорт, который так и называется – желтоплодный. Ну и четвертый сезон подряд я буду выращивать кабачок юга. Он ранее спелый, а самое главное – портено, карпический. Ему не нужны никакие опылители. Урожайность просто потрясающая. Ни для кого не секрет, что бахчевые культуры любят органику. Причем много органики. Поэтому высыпаю на грядку ведро конского перегноя. Перегной – это больше питание для червей и бактерий. Они должны поработать. И через месяц уже из этого перегноя они переведут питание в удобоваримую для растений форму. Растения им чем-то надо питаться. Сейчас, на ранней стадии после высадки, поэтому добавляю ведро биогумуса. Хотите сэкономить на покупке биогумуса – готовьте свой компост. Костная мука – это природный укоренитель. Здесь высокое содержание фосфора – 15%. Вот тем, кто любит вносить минеральное удобрение, суперфосфат, подумайте, потому что костная мука – это природный натуральный продукт, и он может его полностью заменить. 100 грамм на квадратный метр. В очередной раз вам напоминаю, что магния идет большая нехватка на земле, если она супещаная, легкая, либо почва кислая. Магний, прежде всего, отвечает за качественный фотосинтез. Если его не хватает, соответственно, и растения растут хуже. А еще, если в почве достаточно магния, то ваш урожай будет содержать высокое количество витамина С и других витаминов. У меня магний природного происхождения. Разработки есть в Германии. Превышать дозу не нужно – 20 грамм на квадратный метр. На дно лунки я добавляю 10 грамм гранулированного удобрения. В составе есть мука люцерны, костная мука, рыбная, мука бобовых культур. Также здесь есть водоросли. Корневая система, как всегда, шикарная. В выбранные из лунки грунт добавил оставшиеся 10 грамм удобрения. Перемешиваю и заполняю почвой. Органические магния, удобрения для посадки и рассады, костная мука. Этот набор органических удобрений позволяет получить мне экологически чистый урожай. Производитель Organic Mix. Линейку натуральных удобрений Organic Mix спрашивайте в магазинах вашего города. У нас уже отсвела большая часть плодово-ягодных культур, а это значит, наступил благоприятный момент, чтобы начать обработки сада. Времени у всех катастрофически не хватает, поэтому я люблю работать садовым барменом. Я составляю коктейли. Таким коктейлем я хочу одновременно дать питание, защитить от болезней и от вредителей. Основа моего коктейля – это настой биогумуса. Для этого нужно 1 стакан сухого качественного биогумуса 24 часа настоять при комнатной температуре, а затем процедить. Биологический гумат выступает как антистрессант и как стимулятор роста. Настой хвой дезориентирует вредителей. Ну, плюс ко всему, там, конечно же, есть целый набор витаминов. Когда я готовлю какие-то коктейли, то всегда добавляю биологический прилипатель, что он нам дает. Все компоненты, которые входят в состав коктейля, распределяются по листу более равномерно. Также повышается эффективность всех препаратов, которые здесь есть. Также этот биологический прилипатель препятствует быстрому свыванию ингредиентов во время дождя. А еще, если стоит жаркая погода, то этот биологический прилипатель способствует тому, что влага не так быстро испаряется. То есть растения у вас не будут обгорать. Разводить этот прилипатель нужно поэтапно. Просто нельзя взять его и добавить в ведро. Он не будет однородным. То есть добавляете немножко воды, вымешиваете, потом еще раз воды, еще раз вымешиваете. И так 3-4 раза. В коктейль я прилипатель тоже ввела, помешивая. Наша главная задача сейчас делать регулярно профилактику от болезни. Регулярно это значит каждые 2 недели. В этой бутылочке находится бактерия бацилла субтилис. Препарату нужно буквально 15-20 мл на 10 л воды. Перед применением бутылочки с микробиологическими препаратами нужно встряхивать. В этой бутылочке также есть бактерия бацилла субтилис. Но здесь есть азотофиксирующие и фосфор-калиймобилизирующие бактерии. То есть бактерии азот будут усваивать из атмосферы и прямо доставлять к нашим растениям. А фосфор-калиймобилизирующие будут переводить питание в доступную форму. А питания у нас в коктейле много. От 15 до 30 мл на 10 л воды. Отправляемся в сад. Сморозин довольно часто поражается различными грибными и бактериальными болезнями. Если ваши барбарисы поражаются мучнистой росой, обрабатывайте. На землянике бывают различного вида пятна. Чтобы этого не было, обрабатываю. У меня на малине нет вредителей, я их не вижу. Если у вас есть, то в этот коктейль нужно добавить любой биологический инфектицид. Живое удобрение, биозащита от болезней и липосам. Это основа большинства моих коктейлей. Эко-дачник, органик лайм. Выращивайте органическое с биопрепаратами от Эко-дачник. На закате наступает самое благоприятное время для того, чтобы обрабатывать сад. Если в прошлом сезоне на ваших любимых растениях были какие-то серьезные заболевания, то биологические препараты могут не справиться. Поэтому в начале сезона я вам очень рекомендую сделать обработку препаратом, который содержит медь и серебро. И сразу отмечу, несмотря на то, что в этом препарате содержится медь, он разрешен для органического земледелия. Все дело в нанотехнологиях. Наночастицы в этом препарате настолько малы, и они настолько хорошо взаимодействуют с растением, что количество меди здесь идет на уровне микроэлемента. Наночастицы меди и серебра обладают бактерицидными свойствами и, кстати, могут справляться даже с вирусами. Применяя такой препарат, можно справиться с плодовой гнилью, с ржавчиной, с мучнистой росой и с фитофторозом. После обработки препарат создает на поверхности листа защитную пленку, которая, кстати, довольно долго держится и не смывается дождями. Для того, чтобы приготовить рабочий раствор, нужно взять 40 мл препарата на 1 литр воды. У меня в прошлом сезоне сильно болел виноград, поэтому обработку начну с него. И еще хочу вам добавить, что этот препарат не нужно ни в коем случае смешивать с другими препаратами. Прилипатель тоже сюда добавлять нельзя, иначе вы просто снизите его эффективность. Еще в прошлом сезоне у меня болела жимлость, я не делала вовремя обработки, о чем жалею. Посмотрите, какой урожай завязался. Сейчас обработку уже сделаю вовремя. Через какое-то время частички меди и серебра все равно попадут в грунт. Но там они распадутся на простые соединения, то есть растения используют их как микроэлементы для своего питания. Этот препарат не проникает внутрь, он не накапливается ни в листьях, ни в плодах. Для здоровья своего сада используйте серебромидин, производитель Биокомплекс. Препараты Биокомплекс можно заказать в интернет-магазине bio-defis-complex.rf Я думаю, что у большинства из вас на загородном участке уже есть полный комплект нежелательных насекомых-вредителей. Это комары, мухи, муравьи, а у некоторых есть даже клещи. Чтобы этих нежелательных насекомых прогнать, ну или хотя бы немножко потеснить, я буду знакомить вас с серией профессиональных средств. Почему профессиональных? Потому что если вы вызываете на участок специалисты, то они будут использовать для борьбы именно подобные средства. Производители позаботились о дачниках, чтобы мы могли с вами сэкономить и произвести обработку самостоятельно. И для этого расфасовали профессиональные средства в небольшие флаконы. Опасное заболевание, которое переносит клещ, это энцефалит и боррелиоз. Поэтому если ваш участок граничит с диким лугом или с лесом, то в обязательном порядке нужно проводить обработку. Пузыречка 50 мл хватит для обработки 200 квадратных метров. Препарат нужно развести в воде согласно инструкции и тщательно обработать внутреннюю сторону забора, внешнюю, дорожки, декоративные кустарники. И все это на высоту приблизительно 1 метр. В течение 1-2 дней после обработки будет острая инсектоакритидная активность. Остаточное действие препарата длится приблизительно 6 недель. Средство для борьбы с комарами 50 мл хватит для обработки 100 квадратных метров. Это средство показывает хорошие результаты за счет того, что в составе 2 действующих вещества из различных химических групп. Такие препараты редкость. Для того, чтобы комары вас не беспокоили, также можно обработать заборы с внешней, с внутренней стороны. Можно обработать беседки и стены домов. И не забудьте обработать траву, особенно газон, который вы часто поливаете. Остаточное защитное действие после обработки будет длится в течение 3-5 недель. Средство для уничтожения мух 50 мл рассчитано на 200 квадратных метров. Что важно, средства не имеют запах и не оставляют следов. Поэтому их можно использовать в бытовых помещениях. На обработанной поверхности образуется пленка, которая отпугивает и убивает насекомых. Обычно мухи появляются ближе к концу сезона, и они больно кусаются. Но у нас они уже появились. Поэтому кому-то потребуется 1 обработка, а кому-то 2. Но препарат экономичен. Средство для борьбы с муравьями. Пузыречек 50 мл рассчитан на 250 квадратных метров. Что отрадно. За сезон потребуется всего лишь 1 обработка. Потому что препарат действует до 4 месяцев. После обработки гибель муравьев наступает через 1-2 дня. Особенно тщательно обработайте щели в дорожках, где любят селиться муравьи. Препараты химические, поэтому при обработке не забывайте надевать маску, перчатки. А если у вас аллергия, то обработку поручите кому-то из ваших знакомых. Профессиональная серия препаратов так и называется. От клеща от комаров, от мух и от муравьев. Производитель ООО «НПО Гарант». Оптовый центр «Зеленый остров» представляет широкий ассортимент средств борьбы с садовыми и бытовыми вредителями. Более тысячи наименований. Газоны на ваших участках борются с пылью, с вредными бактериями. Они снижают температуру и увлажняют воздух. Ну и, конечно же, это фон для декоративных насаждений и места, где можно комфортно и с удовольствием отдыхать. Мы, конечно же, холим и лелеем газоны на своих загородных участках. Но как быть с придомовыми территориями? Кто там ухаживает за газонами? Кто их поливает и подкармливает? Моя мама и ее молодая соседка решили вместе навести порядок около магазина, который находится в поселке, где мы живем. Но с газоном на этой территории большая проблема. Детская площадка, газон вытаптывается, и его никогда и никто не подкармливал. Подкармливать газон нужно с завидной регулярностью. Прежде всего, выбираем удобрение согласно сезону. У меня удобрение весна-лето. Сбалансированное питание сильно влияет на рост и, соответственно, внешний вид газона. В составе этого удобрения есть азот, фосфор и калий. Причем азоты 10, фосфоры 5 и калия 5. А именно азот нужен для набора зеленой массы. Ну что же, нам еще нужно от газона, конечно же, красивая растущая пышная зелень. Также в состав входят микроэлементы. Здесь марганец, бор, железо, медь, цинк, есть магний, кальций. Большое количество кальция в составе способствует укреплению тканей травы. Соответственно, она будет более устойчива к вытаптыванию, что очень важно для газонов, у которых большая нагрузка. Гранулы имеют голубой оттенок. Это не случайно. Дело в том, что они содержат частицы природных озер. Как же правильно подкормить газон? В зависимости от состояния травостоя, мы берем от 30 до 60 грамм удобрений и раскидываем на 1 квадратном метре. Одна ваша небольшая горсть – это приблизительно 30 грамм удобрения. После того, как вы внесли удобрение, обязательное условие – это хороший полив. Без него такую подкормку проводить нельзя. Вопрос, который мы получаем постоянно – как часто нужно подкормить газоны. График очень простой. Два раза газон скосили, на третий раз уже нужно делать подкормку. Удобрение, которое я использовала подкормки, также хорошо подойдет при закладке газонов. То есть, если вы сейчас разрабатываете участок под посев газона, то заложите это удобрение как основное питание под посев семян. Для подкормки газона я использовала комплексное минеральное удобрение с микроэлементами «Террасол Газон Весна-Лето» производитель «Фертика». Удобрение «Фертика» – эффективное интеллектуальное решение для сада, огорода и дома. Спрашивайте в магазинах вашего города. Друзья, очень много у вас всегда бывает вопросов по обустройству малоуходных цветников. Вот как раз я сегодня хочу вас познакомить с одним из таких цветников. Мы его сделали из растений очень простых, доступных, и я думаю, что такие растения есть в саду практически у каждого садовода. В базе это гортензии, гортензии метельчатые. Также у нас здесь присутствуют ирисы сибирские, всеми любимый, известный котовник, который цветет практически весь сезон без остановки. И дает прекрасный вот такой замечательный голубой цвет. Сзади меня находится обычный тоже невянник. А также у нас здесь есть шалфеи мутовчатый и дубравный. Частец шерстистый, который создает вот это прекрасное серебряное облако. И обычная герань альба, которая тоже смотрится в этом цветнике очень хорошо. Также здесь есть астранция, замечательный цветок, который называют еще звездовка. Почему? Потому что, скорее всего, его соцветие очень похоже на соцветие звездочки. Все растения, которые я вам сейчас назвала, они просты в уходе. Они не требуют никаких дополнительных мер. Единственное, что от вас потребуется, это вовремя отрезать отцветшие соцветия, потому что таким образом мы с вами стимулируем повторное цветение. Если, например, котовник после первой волны цветения мы обрежем, он будет цвести буквально до снега. То же самое касается и шалфея. Правильный обрезка, вы увидите, на побеге будет видно места, где будут появляться новые бутоны. Вот если вы срезаете первое соцветие прямо над этими местами, у вас пролонгированное цветение просто обеспечено. И цвести вторая волна у шалфея, цветение вторая волна будет длиться тоже очень долго. А частец – это очень приятное растение, оно и тактильно приятное, будет приятно вашим детям. На переднем плане, как бордюрный, смотрится просто великолепно. Поэтому развивается оно хорошо. Главное правило при посадке миксбордера – правильно заправьте посадочные ямы, правильно подготовьте ложи для цветника. Большая ошибка заключается в том, что многие начинают сажать многолетники непосредственно в траву. Делать этого нельзя ни в коем случае, потому что непрополотый неподготовленный участок для цветника может стать для вас большой проблемой. Обязательно переберите всю почву, перекопайте, выберите корневичные сорняки, удалите все, что необходимо. И уже потом в хорошо подготовленную почву сажайте растения, которые обязательно также нужно будет удобрить. И тогда ваш цветник будет просто идеальный. На весну мы здесь посадим луковичные растения, именно в этой же цветовой гамме. А почему мы ее подобрали? Потому что она идеально подходит к нашему строению. В такой нежной, серебристо-сиреневой, даже синей-фиолетовой гамме, вот к нашему такому темно-серому строению это подойдет идеально. Также здесь будут хорошо смотреться мелколуковичные растения. Крокусы, пушкини, сцилла, хионодокса. Вот эти малыши будут свести самыми первыми и зададут потрясающий весенний акцент. А что касается многолетников, то их также можно сажать практически в любое время. И весной, и летом, и поздно-осенью. Потому что они продаются в питомниках, в контейнере. Как я уже говорила, в контейнере прекрасно развивается корневая система. Много молодых питающих корешков, которые сразу хорошо обоснуются на новом месте. Растение сразу будет получать воду и питательные вещества, хорошо разовьется, успеет подготовиться к зиме и будет радовать вас на следующий год потрясающим цветением. Казалось бы, всем известный отчиток, но это сорт бриллиант, который не распадается и держит куст. Одно из неприхотливых растений – это рудбекия блестящая сорт «Голдштурм». Декоративно в течение всего авиационного периода. Особой популярностью у садоводов пользуется котовник фасана – сорт «Сикс Хиллс Джиант». Ароматные цветки цветет непрерывно в течение всего лета. Кто не может справиться с лавандой, пожалуйста, ароматное растение – котовник фасана. Агрохолдинг «Поиск». Широкий ассортимент декоративных и плодово-ягодных культур вы можете приобрести в крупных сетевых магазинах, а также заказать на сайте. Красивый сад – источник радости и счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова